Слава Украине! Пришел на парк Славы, где у нас декоммунизированный этот обелиск, с которого сняли все коммунистические признаки. Вечный огонь горит, но я не его пришел показывать. Собственно говоря, советские монументы как-то не привлекают. Покажу вам, вот снизу у нас заканчивают уже музей голодомора геноцида и панорама левого берега Киева. Мост метро. Хорошо отсюда видно. Интересно, что глубина киевского метро в этом месте 106 метров по прямой. То есть метро в Киеве самое глубокое в мире. Нет нигде ни одной станции, которая бы хотя бы отдаленно напоминала киевское метро по глубине. Наше метро настолько глубокое, что туда войдет, например монумент Родины Матери вместе с постаментом. Смотрите как это выглядит. Много киевлян пришли сегодня фотографируются, снимают видосики. Воскресенье, нерабочий день, выходной. Просто хотел показать как это выглядит у нас. Это верхняя часть, вот где шпиль, вот прямо передо мной, это верхняя часть музея голодомора геноцида украинского народа. 32-33 год, хотя голодоморов было три. 21-22 год, 32-33 год и 47 год. Три раза уничтожены были коммуняками миллионы украинцев. Вот снизу это продолжение музея. Вторая серия, как говорится. Бои за решетку, у нас пахнет с решеткой. Когда он будет закончен сейчас непонятно, потому что в настоящий момент существуют очень большие споры по поводу того, где, а как стоит тратить деньги. То ли купить, то ли купить еще дроны для нашего виска или там другие вкусняшки для нашей армии, то ли достраивать музеи и так далее. Поэтому, ну с моей точки зрения, можно сделать такое соломоновое решение. Это, знаете, залучиты кошты приватных спонсорев. Это очень хорошее решение. То есть, задействовать деньги частных инвесторов, которые оплатили бы окончание постройки музея голодомора геноцида. И тогда это было бы нормально, потому что государственные деньги сейчас все-таки хочется, чтобы государство тратило в основном на армию. Вот как-то, лично у меня такое желание. Не знаю, у кого-то может быть как-то по-другому. Но я считаю, что во время, когда у нас война идет на завыживание Украины, когда расисты, надо просто добить расшизм, вынести его копытами вперед с нашей земли, а потом строить все, что угодно. Это мое сугубо личное мнение. Да, с другой стороны мы видим, конечно же, левый берег, который, где понастроили много 30-этажных домов, и которые местами тупо уже напоминают Гонконг, честное слово. Но есть такие районы, где расстояние, мне это не нравится, некоторым нравится, расстояние между домами, ну, метров 20. А эти дома в высоту, не знаю, под сотни метров, наверное, здоровенные. И вот тут еще раз пройдем сейчас мимо музея. Покажу вам вход. Он сейчас не работает просто потому, что идет ремонт на строительные работы. Ну, чтобы вы имели представление, как это все выглядит. Видите, вот этот птица, которая размывает небо, это, можно сказать, стерх стилизованный такой. Это обозначает души украинцев, загубленные коммунистами во время трех голодоморов. Заметьте, что все три голодомора были при участии и при полном содействии расистов, коммунистов. Вот видите. Вот такие вот дела. Опять-таки здесь, видите, это пшеница. Вот такая стилизованная пшеничка, которая была за гратами, за решеткой. За пять колосков давали десять лет лагерей. Вот, чтобы вы представляли себе, что такое Советский Союз и что такое коммунизм, рашизм.